Анна Фрейзер замерла в ожидании на резном балконе одного из хавелли, располагавшихся вдоль дороги. К одиннадцати часам утра улицы вымыли и обрызгали маслом, но поднятая порывами ветра пыль забивалась в глаза собиравшимся зрителям. Раскидистые нимы и пепалы, высаженные рядами в центре старинного рынка Чадничоук, качались на ветру неистово, будто с вызовом. Казалось, даже вороны не желали оставаться в стороне, с карканьем и криками, напоминавшими хриплый смех, они высоко кружили над узкими улочками, расходившимися в стороны от главной площади. Анна держала над головой белый зонтик и с затаенной тревогой смотрела вниз на торговцев, продававших все на свете, от свежего щербета до жареной рыбы с чили. Чего здесь только не было! Диковинные фрукты, сари из шифона, книги, ювелирные украшения, а за окнами, скрывавшимися за решетками с изящной резьбой, мастерицы портили себе глаза, украшая тонкой вышивкой шелковые шали. Аромат сандалового дерева наполнял воздух. Аптекари зарабатывали немалые деньги, готовя мази и снадобья причудливых цветов. Дэвид говорил, что их делают на змеином масле. Но позже Анна узнала, что при изготовлении некоторых лекарств давят ящериц, а для цвета добавляют гранат. Считалось, что здесь, в сердце этого города, можно найти все, что пожелаешь. Все, что пожелаешь. Какая горькая ирония пронеслась в голове у Анны. Она повернулась в ту сторону, откуда вскоре появится вице-король верхом на слоне, а с ним его супруга, вице-королева. Дэвид Мушанны, заместитель главы окружной администрации, лопаясь от гордости, сообщил, что он тоже будет ехать на слоне. На одном из 53 специально отобранных для процессии, которую будет возглавлять вице-король. Резиденцию британского правительства перенесли из Калькутты в Дели. И в этот день вице-королю лорду Хардингу предстояло сделать этот переход официальным, торжественно вступив в стены старого города. Церемониальное шествие начнется от главного железнодорожного вокзала Дели на Куинзроуд. С улицы до Анны долетало пение канареек и соловьев из десятков клеток, висевших на фасадах лавок, а вдалеке раздавались резкие звуки трамваев. Потом Анна поглядела на растущую толпу, поражавшую восточным богатством красок. Окликнула дочь, Элизу. «Милая, иди сюда, они сейчас будут». Элиза тихонько сидела и читала, чтобы скоротать время, но, услышав слова матери, опрометью кинулась на балкон. «Где? Где?» «Где?» 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 «Где?»